Итак, друзья, всем привет! О, Валер, привет, добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Итак, мне также нужно повторить, к сожалению, для тех, кто в танке, кто не услышал и не понял, что мы сегодня разыграем карточку товара. Блин, это вам не за хлебом сходить, как бы. Поэтому, ребят, кто досмотрит эфир до конца, там будет... Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Там будет, наверное, какой-то секретный промокод. Или я даже не знаю. Мне вот подсказывают. Мне бы хотелось, чтобы мне еще подсказали, каким образом будет это реализовано. Но это мелочи. Я вам скажу точно, что мне одну карточку точно не жалко. Тем более, что ее делает Андрей. Ему тоже за милую дуру. Валера Айдентика. Да-да-да. В стиле Айдентика будет. Так, и тогда мы вернемся к этой карточке. Ты вот говоришь, что эффект лучше показать, да? Ну вот, если так подумать, вот с точки зрения, типа, вот ботинки, вот щетка, вот сама штука, которую ты будешь чистить. В идеале, на самом деле, если бы... Я просто понимаю, что, может быть, фоток недостаточно. Но если бы эта банка была приоткрытой, было бы видно вот эту массу внутреннюю, то было бы намного круче. То есть вот эта банка, которая вот на втором слайде, если бы она была открытая, рядом крышка, и там на тебя так в наклоне, типа, показывается вот это вот... Ну, гуталин, да, как ты сказал? Ну да, скорее всего, но я так понимаю, что он бесцветный, поэтому это не гуталин. Ну, а, ну, кстати, может быть, кстати. Честно говоря, даже если бы он был... То на банке для обуви написано «питание». Блеск, питание и защита. Ну, это, знаешь, когда ты хочешь все офферы бомбануть, ну, вот ты думаешь, что блеск и защита. Хотя блеск и защита, согласись, изучали бы... Достаточно вполне. Да, да, да. А тут блеск... А питание – это если только у тебя ботинки из крокодила. А, да, желательно живого. Его нужно покормить, да, как бы. Да. Так, ну, если чисто для дизайна докапаться, то, по сути, теньки есть, какая-то... Ну, мне нравится, что пол дешевый, да, вот такой чисто деревенский колхозный пол. Я в квартирах не знаю. Винтажный. А, винтажный? Конечно. Ну, да. Ну, плюс туфли, наверное, да. Но в целом... В целом... Так вот, вот так вот. В целом, мне кажется, что поехали дальше. Слушай, ну, с главным-то как бы ладно. Единственное, что в остальных тоже страдает очень сильно верстка. Особенно на четвертом слайде, ой, на третьем. Там я вообще не понял иконки. Ты переклютишь? Погоди, сейчас. Угу. Так, это на каком? На этом слайде? На третьем. Да, пофиг на этот слайд, на самом деле он не какущий. Так. Вот, типа... Вот это что за кругляшки? На самом деле мне это напоминает, на самом деле, вот эту гранату. Это напоминает задницу этих птичек из Angry Bird. Или мультяшная. Мультяшная... Блин, а почему... Бомба, 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 бомба. Извини, что трачу время. Просто хотел... Нет, это товар. Да, вот очень-очень похоже. Да-да-да, что-то есть такое. Такое вот где-то здесь. Блин, даже интересно понять, что это. Вот. Есть предположения? Ну, слушай, слушай, я думаю, что... Сказать себе честно, что это. Я думаю, человек посмотрел твой ролик про UI UX. А, он вышел вообще? Вышел, вышел вчера. Да, да. Вот. Его посмотрел, и это, скорее всего, крестики. То есть, вот... Ну... Это как бы кнопки, а это, знаешь, как поп-апы вскрывающие. Ну, всплывающие. Ну, ладно, оставим эту загадку. Да, на самом деле, посредственно выглядит в плане того, что это все можно было бы добавить на обложку, и оно бы имело более такой интересный, скажем, подачу. Ну, несколько главных штук в качестве триггеров туда засунуть. Да, а так, получается, вакуумный достаточно слайд. То есть, тут ни ботинка нет. Ну, я вижу, да, вот это, наверное, кусок этикетки вот этой. И сверху. И вот эти вот стрелочки слева, как бы стрелочки ради стрелочек, они тут вообще не логически, не визуально, а нафиг не нужны по сути-то. Потому что либо придает блеск, а потом обновляет цвет, а потом защищает от воды, а потом чистит, а потом питает. Ну, в общем... Вот такие дела. Понимаю. Очень плохо. Здесь обязательно нужно делать выключку по левому краю. Ну, то есть, весь текст, чтобы шел слева, если уж у тебя цифры идут по левому краю прямо. Вот. Это опять кверстки, вопросы. Тоже это не нравится. Но это вот, знаешь, из серии что-то закреативить, иначе будет слишком просто смотреться. Вот, наверное, вот такой... А, вот. Еще по этому слайду я хотел бы отметить следующий момент. Здесь тезисы выделены очень странно. То есть, сухую, крем, 10. Вот. Бинго. Естественно, нужно выделять, очистить, нанести, подождать, отполировать. Ну, очевидно. Выделяем. Да. А тут выделены... Так, ну, говоришь или я говорю? Ну, я говорю, что и в четвертом пункте тоже как-то не нашлось, видимо, места никакому тезису, и он остался без какого-то выделения. Можно было что-то придумать. А, да, тут либо надо придумывать, либо, знаешь, убирать из вот этого цифрового, скажем. То есть, три пункта достаточно, и четвертый какой-нибудь там... Ну, четвертого нету, и просто отполировать, и твоя обувь засияет. Ну, то есть, тут на самом деле... Для полировки вообще отдельный слайд можно сочный сделать, где вот они прям блестят, и рукой-то оттираешь. А вот сейчас он, может быть, есть дальше. Ну, вот, кстати, касаясь вот этих выделений, акцентов странных, это на самом деле какая-то такая для меня непонятная штука. Почему? Потому что много новичков, которые просто выделяют, лишь бы, знаешь, текст не казался бы скучным. И они такие просто все подряд выделяют, и особо не обращают внимание на сам факт вот этого. То есть, десятка еще окей может быть выделено, но вот это сухую, крем, ну, как-то это, короче, не очень. Мне кажется, пора запустить отдельную рубрику под названием «Как насилуют Бебас». Вот. Типа. Потому что там наберется материала на месяц выпусков, мне кажется. У тебя прямо с Бебасом это... Да почему у меня? Ну, типа, он везде, повсюду вообще. Ну да. Ну нет, я имею в виду, у тебя с Бебасом какие-то свои личные счеты. На самом деле он мне нравится, но он такой уже старомодный. Дело в том, что не то, что старомодный, его нужно использовать аккуратно, как я говорил в выпусках про гарнитуры, всему свое место. Да, да, да. Ну, на самом деле используется лишь по той причине, ну, вот, по крайней мере, как я это делал, если длинные текста, да, то есть это актуальный шрифт для того, чтобы не мельчить, и в то же время длинные слова сделать крупнее. Ну, то есть, понял, да, много текста, и ты пытаешься его как-то уместить в эту всю историю, которую там заказчик просит или еще что-то. И в итоге ты, как бы, выбираешь в итоге узенький, но высокий шрифт, и он читается легче. Ну, или, по-моему, значит, легче. Это не в том, что когда пишешь все капсом, теряется какая-то эстетика, то есть, когда вот это вот все огромное. Это тоже, да, да, да. Мы, кстати, можем просмотреть, что, смотри, вот это вообще не Бебас, это какой-то типа Освальд или, как он там, интро, ну, что-то такое, я честно говоря. Вот тут точно Бебас, да? Ну, вот верхняя на футуру похожа. Ну, короче, это суть-то в том, что такое. Да, да, да. И из-за того, что везде, грубо говоря, одной гарнитурой написано все, оно смотрится достаточно скучно и неоправно. Дорогие дизайнеры, берете, открываете Пинтерест, пишете шрифтовая пара и смотрите, насматривайтесь, как сочетаются шрифты. Маленькая помарочка, ты имей в виду, имей в виду, имей в виду, что наша задача не обучить, а научить. Шучу. На самом деле наша задача, дизайнерам безумно нравится то, что мы рассказываем, они мотают все на ус, я прям уверен в этом. Но наша задача, еще и нашим любимым селлером, они вообще смотрят нас, наши селлеры нас смотрят, господи, как много. Я надеюсь, что хоть один человек смотрит нас. А дело в том, что селлер, допустим, будет знать, что ему впаривают какую-то херню. Вот тут ты прав. И скажи дизайнеру, что молодой человек, вы бы, ну, здрасте. Я тут смотрел и понял. Это как моя презентация, 15 ошибок фрилансера, к которому ты обращаешься. Ну, они немножко по-другому называются, но я сейчас так ее назвал, она клево, мне кажется, так будет звучать. Так, вот состав, вот как тебе? Ну, то же самое, шрифт очень плотный. Очень плотный, и я бы сюда добавил какое-то основание, на котором стоит сама баночка. А слушай, она, я тебе скажу, на чем стоит, если ты еще не понял, она на тени стоит. Я думал, на питании. На питании. Блин, ну, и вообще, мне кажется, знаешь, к такой истории бибас вообще не очень-то подходит. Это как-то вот оно такое более… это тебе не какие-то там наушники или еще что-то. Это все-таки такой более продукт консервативный, наверное, потому что молодежь, я не думаю, что ты или я побежим покупать там какую-то банку. Да, согласен, поэтому… ну, это тоже, видишь, это уже в маркетинг идет, потому что если мы берем карточку для какой-то более взрослой аудитории, соответственно, мы подбираем уже и шрифты более эстетические, то есть там с какими-то засечками, показываем вот эту премиальность обуви, чтобы люди ассоциировали… А, да, 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 вот именно премиальность, то есть вот тут бы хотелось бы ее использовать или показать, ну, по крайней мере… Ну, банка сама за себя говорит, то есть здесь вот эти золотые градиенты на черном, это уже как бы сама отсылочка к тому, что это что-то как бы вроде… ну, хотя дизайн отвратительный в банке, но тем не менее она пытается сказать, что «а я стою в два раза дороже, чем остальные». Ну, она чисто консервативная, она такая стандартная история банки, на самом деле, мне кажется, я ее даже в магазине видел, может быть, может быть, может быть. Так, что, погнали дальше, посмотрим, что… Да, погнали, мы задержались на этой карточке. Да, 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 ну мы так плотненько, на самом деле, ее немножечко это… вот тут у нас так, лимонная кислота прислала нам Юлия. Лимонная кислота… я даже понять не могу, или это полиэтиленовый пакет, в котором внутри вот эта соль, и я так понимаю, это гранулы, соли, давай просчитаем хоть что это. Лимонная кислота… Лимонная кислота, все понятно, но вопрос к тому, что это типа пакет, вот этот вот с ней, да? Ну, я не знаю, обычно я лимонную кислоту, я вот у меня есть она, она в виде просто бутылок. Да у нас вообще один дизайн на всю Россию этой лимонной кислоты. Желтенькая вот эта, зеленая пинточка. Да, 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 что, другого не надо нам делать. Кто не понял, сейчас попробуем лимонная, лимонная кислота. Если ты напишешь лимонная кислота дизайн, ты будешь первую бы вообще поймать. Да, 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 вот, вот, по-моему, она у меня, или вот эта, или, да, по-моему, или эта, но они все, да, одинаковые прямо. А там, вот это был лимонный концентрат пищевой. Вот этот? Ну ладно, не важно. А, ты разбираешься, ну я понял, ты разбираешься. Ну, я даже не знаю, ну ты просто вот так глянь, скажи мне что-то. Ой, ну давай назад сразу. Ну, наоборот, еще на слайдик. Ну так. Да, вот тут сразу по глазам бьет то, что на заплюренном столе лежит очень четкий лимон. Это прям вот этот моментик, я не знаю, на какую линзу из какого времени они снимали. Точнее, предполагается, что это снято на такую линзу, но да ладно. На линзу непротертую. Ну, типа, да, непротертую во всех остальных местах, кроме лимона. И буква И в начале заголовка, там вот в заголовке, естественно, должна сноситься на другую строчку. Почему? Это, понимаешь, это просто... Так нет, Валер, ты обрати внимание на остальные пункты, там прям комбо из них. Да-да-да, В, И, И, С. Там они вообще, они как будто специально. Это не ты скинул слева аккаунта работу? Я должна побесить специально. Ну, типа, там потом сказать, ах, ты негодяй дизайнер, или селлер, ваш дизайнер негодяй. Блин, я не знаю, честно, почему вот это такая прям... Ну, это же не какая-то там, знаешь, тайна покрытая там тысячелетними какими-то налетом, что И не надо. Ты не можешь знать того, чего не знаешь, так что... Причем, нет, я могу на самом деле... Вот помнишь, мы уже как-то про это говорили, что по идее может так быть, что некрасиво смотрится, когда вот И не хватает. Хотя я бы все равно не добавил и уже бы висящую. Хотя, блин, ну, нет, нет, не добавил бы. Это все равно стрёмно. Нет, нет, да. В любом случае, когда надо исправляться, это плохо. Да, ну, по рукам надо бить, да, дизайнеру такому? Ну, конечно, линейкой. Вот, и перестаньте уже ради креативности делать выключку по правому краю, типа, это очень плохо. Это плохо читается. Вот все эти пункты выровнять можно по левому краю, и глазу было бы гораздо привычнее это все считывать. Тем более текста немало. Блин, я тут готов спорить, но если касаться вот данной вот истории, то, конечно, это выглядит ужасным, потому что а смысл какой? То есть лимончик... Я об этом говорю, что ради креативности, типа, не надо. Ну, да, типа, блин, я даже не знаю. Ну, и посмотри еще иконки, да, вот расстояние между ними такое разное. Ну, это от объема зависит, конечно, текст, но все равно, как по мне, мне нравится, когда одинаково. Ну, да, и стиль, и расстояние, и толщины, в общем, все разное, иконки смотрятся очень однородно. Ну, на самом деле, я бы вот утюг выделил, он какой-то жирноватый, тут либо надо утюг чуть потоньше сделать, либо остальные подтянуть. Ну, наверное, да, но это все равно не спасет, поэтому... Ну, да, ну и в целом, да и в целом, если вот... Ну, давай теперь, окей, про дизайн тут поговорили, а вот про смысловую нагрузку. Смысловую нагрузку очень хорошо... Да, блин, я просто понимаю, что я сначала смотрю на вот всю эту фигню и вижу, что в многих сездах пропущены пробелы, очень много пробелов пропущено. Зачем-то эти точки везде... Короче, смысловая нагрузка в целом... А я тебе скажу, смотри, давай просто заголовок прочитаем для избавления от накипи и звездкового налета. Ну, почему бы тут не поставить какой-нибудь чайник, там, чистый, да, например, или какой-нибудь утюг блестящий. А тут просто лимон. Вот тебе лимон. На, пожуй лимон. У меня был просто лимон на предыдущей картинке, и чтобы его заново не вырезать, мы его поставим сюда еще. А это, кстати, он же? А это, кстати, он же. А тут я его заблюрю, а тут я его сделаю четким. Ну, а стол заблюрю. О, умничка. Почему? Всегда я не понимаю. Вот, типа, какая идея у человека была в голове, чтобы заблюрить стол и задний фон? Вот почему? Потому что я когда-то увидел, что... Не, может, рука соскочила, может, еще что-то. Соскочила рука, да. Окей, вот тебе картиночки, вот тебе результат. Ну-ка. А подожди. Лимонная кислота – незаменимый компонент в кулинарии, и тут рассказывается про то, чего с ним можно делать. И вот, как бы, консерванты вообще... Слушай, ну, в целом... Смотри, картиночки, смысловая нагрузка неплохая, то есть все в целом по делу, все как понятно. Вот. Вопросы только к дизайну. Ну да. Вот. По-сторонам, если бы я хотел себе лимонную кислоту, я бы закрыл глаза, чтобы не смотреть на дизайн, и попросил бы кого-нибудь прочитать все, что здесь написано, и, скорее всего, взял бы. Ну что, мне все объяснили. Ого. Вот мне нравится, что тут гранулы есть, но вот мне на самом деле не до конца понятен, что это за... Это брикет, наверное, брикет такой в целлофане, спрессованный. Ну, типа, знаешь, вакуум, вакуумный, скорее всего. Да, 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 ну... Есть вероятность... Не понятно, где она тогда. Как, где? Ну, вот эта, знаешь, которая защелкивается вот такая. А, я думаю, ты просто ее ножом чикаешь, и у тебя все рассыпается. Это из тех упаковок. Ну, кстати, зиплока тут точно нет. Ну, может, она как-то и по-другому открывается, не знаю, может, но... Зиплока, господи. Ну, не знаю, не знаю. Как-то, знаешь, вот что посмотрел, что чай попил. Вот реально как-то вот. А что там еще? Арвел вот этот есть. Что они еще... Ну, вот, смотри, вот сразу открываем, да, любую карточку у них в магазине или что-то. И сразу ты, ну, упаковку хотя бы видишь, она какая-то объемная. Даже самая, короче, упаковка. Они фасуют по одинаковым. И преобразователь гипса и лимонную кислоту. Ну, это нормально, но, блин, тут хоть объем какой-то есть. Вот я не знаю. Так, ладно, погнали. Что там у нас? Давай глянем нам тут. Наверняка этот дизайнер нам прислал. Все, как у мамы, папой. Блядь, верните ее на родину, пожалуйста. Хватит уже. Все. Тут все надо считать. Все, как у мамы с папой. Mercedes-Benz SLS 300. Я не знаю. Вот этот мальчишка прифотошопленный, честно, у бога, смотри. Не знаю. Ну, без обид. Просто, ну, как я понимаю, но, наверное, он должен где-то вот здесь вот находиться. Да? А он где? На заднем сидении? Он застрял в двери где-то? Может, он четырехместный? Я не уверен, что он четырехместный. Мотор 70W, яркие фары, музыка USB. Да? Да. Что? Ну, я не знаю, дурацкий фон, потому что, честно говоря, ну, к чему тут горы? Я бы сделал какую-нибудь дачу, там, потому что эту штуку... Вроде, знаешь, часто, типа, такие горы, красиво, но как человек сможет проассоциировать своего сына, который просто взял и угнал куда-то в Нидерланды за поиском американской мечты? Типа, нет, он у тебя будет во дворе кататься. Хватит уже. Я думаю, что так. Типа, родители приезжают, вытаскивают из своего Мерседеса нормального этот Мерседес игрушечный, и, типа, ребенок там на озере будет кататься. И отправляют на проезжую трассу ребенка и смотрят. Сколько он там проездит вообще? На его поведение. Сидение, эко-кожи, что тут, мультируль, клаксончик, эво-колеса. Не, ну, сама мысль правильная, да, но реализация уродская. Прямые линии, ну, сделай дугой их, да, там. Плюс как, ну, короче, колхозненько, согласись, да. Да, можно еще добавить и в ту, и в эту карточку, конечно, еще одну, еще одну гарнитуру, еще один шрифт, чтобы была какая-то пара, потому что так гораздо проще расставлять акценты на главные смыслы. То есть здесь все нафигачено одним шрифтом, насколько я вижу. Да, 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 да. Скорее всего, по Геллрой. Вот. Да, ну, такой еще шрифт уродский, мне он не нравится, но это чисто мое мнение про шрифты. Про все, как я понял уже. Нагрузка, трота. Ну, по-моему, более-менее понятно. Я просто не знаю, что еще больше сказать. А та же самая картинка, да? Ну, по-моему, то же самое. Ну, да, да. Но еще хочется... Нет, я скажу тебе, что вот здесь он более правильно поставлен на дорогу, чем вот здесь. Тут уже, вот смотри, вот тут участок, короче. Ну, сомби, короче. Ну, типа, да, поработай с деталями вообще. Да, тут неправильно. Вот это вот все. Вообще, да, это была вообще сказка. Типа GLS, что это там, СЛК, вообще с фарами, кайфово. До этой работы сейчас дойдем, посмотрим ссылки. Так. Брелок в подарок. Как бы нажать. Ключница настенная. Я могу сказать, что мне это больше какую-то картинку напоминает. Я вот вообще не вижу, вот не хватает какой-то, знаешь... Текстуры стены. Да, она вроде бы есть, но она как будто вакуумная. То есть, если бы тут был бы макап взятый, где кусок двери торчит, там, например, да, или окна, то, может быть, было бы более понятно. А так, я полагаю, что это как будто рисунок ребенка, а снизу деревяшка, которая продает. Да. Во-вторых, не нужно, я думаю, дублировать значками то, что и так написано, типа, сделано в России Мэйден Раша, Мэйден Раша, вот это вот все дела. Я думаю, это не тот триггер, который стоит помещать прямо на главную обложку. То есть, возможно, есть еще что-то поважнее. Ну, кстати, мы же все так делаем. Мы же дублируем иконки и текст, чтобы он не казался... Так, вот ты на иконке и текст, то есть, у тебя есть текст, а есть иконка, а тут прям сама иконка, она и пишет то, что написано, типа. Понял? Ну да, ну не до конца, ты знаешь. Ты немножко нигде здесь, да? Поехали дальше, погнали дальше, погнали посмотрим. Доброе утро. Да-да-да. Идеально в подарок. Ты, кстати, дарил кому-нибудь ключницы когда-нибудь? Слушай, если бы я такой подарил, наверное, я бы видел этого человека последний раз. Типа, вот сегодня юбилей. Да-да-да. Все хотят в подарок это впихнуть, но на самом деле, может, в регионах так и любят делать, я вот не знаю. Слушай, не надо, давай там про регионы, тебе отпишутся от тебя сейчас все. Я так и подумал. В регионах все прекрасно, даже получше, чем бывает даже у больших городов. Значится в подарок. Опять не хватает текстуры стены, опять разные иконки, странная обводка, вот это вот все. А, кстати, фотка одна и та же. Типа, вот знаешь, ничего не понравилось. Одна и та же. Вообще, знаешь, видно, что из продукта хотят выжать максимум тезисов, которые вообще нахрен не нужны. Потому что это пластиковая ключница с деревяхой. И все. Максимум, что здесь надо, это размеры. Это как заказчики объясняют. Да, типа, вот смотри, вот те, как дебилу говорят, все ключи в одном месте. Я что, блядь, не вижу, что все ключи в одном месте? Ты понимаешь, это как заказчики, они такие, слушай, вот это сраный мешок, но нужно показать его, что это прям вау, блин. Или там, это кусок тряпки. И ты такой, ну, они все знают это. Это кусок китайского пластика. Должно быть, зашибись. И тут то же самое. Ну, вот, я не знаю, ну, экопродукция. Вот тебе сильно парит, что это экопродукт или не экопродукт? Вот честно, вот ключницы у тебя нет. В нынешнее время, конечно, возможно, кого-то и парит, но я не уверен, что всегда будут обращать внимание. А подожди, как она эко-то? Это, типа, все на дереве или что? Это, ну, это деревянный рисунок, который раскрашен. Понимаешь? Ну что ж, в этом случае, да, я буду счастлив, что на полянке будет прыгать зайчик, благодаря тому, что я возьму себе эко-ключницу. Да, именно, если мы говорим про это эко. Я думал, что ты, типа, чихать и чесаться от нее не будешь. Мне кажется, там больше на это... Вот, кстати, вот. Вот я бы сделал как? Я бы вырезал вот эту часть, разместил бы ее на этом слайде и вокруг бы какие-то триггеры. А тут как бы просто фотография. Блин, вот тут очень плохая фотография в плане того, что она показывает все вот эти вот дешевые огрехи материалов. То есть у тебя вешалки, они, видимо, полые, и внутри у них ничего нет. И вот этот шов посередине, он выдает то, что они дешевые. И сами саморезы, там как будто резьбу немного сорвали, когда их закручивали. В общем, ну... Ну, ты мог бы углубиться еще дальше, а еще я вижу зацепки. На молекулярном уровне, да? Да, 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 да. Вот именно, именно так. Так, ну и типа кайфово упаковано. Вот я не понимаю, почему бы не написать о том, что оно качественно упаковано, вместо того, чтобы это экопродукция и все ключи в одном месте. Можно написать, что про ключки, металлические ключки выдержат вес мусорного пакета. Да, конечно, ключа. И это надежно упаковано и придет в целостности и в сохранности. А еще брелок, тот самый в подарок. Слушай, а сколько стоит оно? А давай посмотрим. 712 рублей. Слушай, я лучше тогда уж вот такой домик куплю за 500. Для ключей? Для чайных пакетиков. Слушай, ну тут прикольные товары. Для чайных пакетиков домик, слушай, неплохо. Может, тот сам дом сидит, там, знаешь, эти домики ковыряет и такой, типа, почему бы нет. Так, погнали дальше глянем. А то сейчас это, что у нас по таймингу? Нормально получается. Нормально, 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 получается еще, отлично. Так, а, ну вот он, собственно, и чайный пакетик. Я один чайный пакетик знаю, что это такое. Возможно, даже... А, это чайный домик. Ну, а пока мы не ушли в неловкую паузу, я начну... Да, да. Итак, вместимость более 50 пакетиков не требует сборки. Отлично. Он разве в таком виде присылается? Ну да ладно. Ну, кстати, да, 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 смотри, смотри. Тут прикол в том, что, скорее всего, правильно было бы написать, не требует... Инструментов. Инструмента, да, для сборки. Или собирается вручную. Вручную, да, да. Да, а тут, типа, написали так, что не требует сборки, значит, он придет разобранный, и можно уже сразу писать негативный отзыв о том, что он был собран. Ну, не собран. Хотя, если он такой приедет... А если он такой приедет, то в чем его прикол тогда? Я бы хотел его собрать. Ну да, да. О, крышу отломали. Да, а тебе дается, я понял, тебе дается вариант крышу надеть. Ты такой, о, вот это прикольно. Это что, пакетики туда уложить, не понимаешь. Ну да, да, да я знаю, я просто хотел так пошутить, что, типа, вот. Все начинается. Конструктор из двух пазл, знаешь, такой, типа, о, я собрал мозаику. Значит, опять в огород типографики мы закинем маленький камешек, а куда ты уехал? О, я вот-вот-вот. Вот, видишь, выключка не посередине, стильный дизайн и идеальный подарок тоже бы хотелось посередине, раз уж у вас все выровняны посередине. Вот. Это так, чисто, к слову, мало ли, если можно поправить. Это где, это где, это вот здесь очень ровная, вот. Ну нет, вот, видишь, типа, слова выравнены посередине, я имею в виду выключка, выключка посередине. Что они, ну, вот тут не посередине, здесь посередине, здесь не посередине, здесь не посередине, а где посередине? Подожди, ты же знаешь, что такое выключка? Нет. это вот когда на текст нажимаешь и он у тебя равняется по правому краю по левому краю или посередине да где он посередине тут выровнен то я не понимаю ну кажется что посередине сделано ну короче суть в том что такие сделано в россии только смотри так только сделано в россии посередине смотри тут по левому краю тут по левому краю тут по левому краю ну да в общем суть в том что лучше посередине здесь сделать будет немножко симпатичнее я тоже так думаю но в целом это пойдем дальше пойдем дальше здесь у нас дизайнер номер один на просто полегче полегче пожалуйста так ну здесь вроде бы работа достойная вроде все аккуратненько но пойдем дальше тут глаз сильно ни за что не цепляет единственная вот тень меня прям единственная тень прямо 7 вместе с отражением типа такое а это бутерброд бутерброд ну не знаю на самом деле работа нормальная точечки которые даже андрей это знает блин не в обиды к тому что ну блин я 18 в питер приезжаю андрей просто в курсе даже андрей в курсе что ну по крайней мере я всем говорю что типа не надо чтобы дизайн залезал на продукт а он залазит тут я сказал даже андрей к тому что кто не курсе у нас дизайн карточка андрей не занимается этим у нас андрей занимается другими делами государственными поэтому я сказал даже андрей даже андрей ничего не делает здесь в принципе вроде бы ну как бы так нормально но опять же таки тени вот это я не понимаю это лень это лень или или что но она как бы как будто бы но я не знаю зачем она но она некрасивая это если хотите чтобы до чего-то докопал 100 до тени точно докопал смотри эта тень будет работать если на фоне лучше проработать пространство то есть чтобы у тебя было было основание и фон вот тут просто накинут фон и как будто в общем непонятно многослойность я просто не понимаю эту лесенку в тени как бы она зачем ну и тоже нормально на самом деле нормальная карточка она она не сложная она просто симпатичная также тут вывозят очень хорошо макро вот эти фото что очень хорошо видно саму текстуру ботинка подошвы то есть вот эта вся история до единственное еще что я бы сюда добавил дорогой дизайнер номер один шрифтовую пару обязательно потому что все один шрифтом бахать тоже как бы много ума не надо согласен согласен ну тут вот знаешь скорее всего из-за того что есть просто толстый жирный она вот вывозит это особо нет заголовков но в целом конечно в общем нормально нормально пойдет 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 так татьяна татьяна вы у нас тут конечно разошлись у вас тут конечно ну давайте мы парочку давайте что-нибудь одно как говорится а это уже кто-то другой разошелся это не татьяна у татьяны вот одна карточка давай посмотрим блин ну и шрифт я вообще не понимаю зачем почему ладно зачем это его еще найти надо я просто не понимаю нафига такой 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 завороченный шрифт для манежницы блин ну кому он ну нафига типа ну да и сам товар не раскрыт просто сбоку показан на самом деле мне кажется это не лучший вариант не надо еще две картинки ой я бы это видел бы как второй слайд ну точно не как первый то есть на второй слайд да на втором на втором там вот эти вот люди типа класс да чувак мы очень рады этому да я могу представить только один вариант где будет четыре человека они будут радоваться тому что она крутится и там четыре отсека но это будет скорее всего другие для свингеров для свингеров или наркоманов но если по делу то нужно этот слайд удалить поехали дальше блин ну это так себе подходит для тра-ля-ля ну аккуратненький обычный слайдик на манежница лучше бы в данном случае повернуть типа вот такой таким рада да 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 она бы здесь много пространства бы заняла сразу и было бы как-то более ну понятно что хочу отметить иконки хорошие иконки вот кстати посмотрите все в одном стиле взятый звеного пака прекрасно и даже толщина обводки такая же как у иконок но у меня есть подозрение что она шла в комплекте так что в комплекте нормально нормально так типа похвалил но и опустил все равно можно использовать для декора сервировки подачи пикника романтических ужинов в общем это тоже другой ракурс напрашивается конечно да я я вообще не понимаю но это это абсолютно как будто знаешь на зло делать да 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 это настолько очевидно что я не буду говорить что это очевидно да правило ухода ну ужасно сложно читать но может быть она на самом деле я скажу так это слайд проходной в принципе он не обязывает быть супер там каким-то но все равно как бы так что погнали следующую посмотрим динамичные динамичные динамика динамика кошелек мужскую а вот тут у нас много ой 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 у нас тут много от арки 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 сел арки сел арки сел арки сел хочет поделиться своими работами с нами чтобы мы похвалили его он оформляет карточки наверно товаров и давай какую какую хочешь кошелек давай посмотрим одну 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 просто собачку 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 давай она милая по моему самая кайфовая да вот это значит шопа что значит что так ну что поехали что сначала разберем иконки вот тут опять вот это вот беда с иконками но я уже всех задолбал поэтому а это логотип еще обратите внимание если что вот этот логотип который почему-то находится в нем вот не там а вот я подумал что это иконка вообще да я тоже подумал что это иконка потому что он находится не там где в остальном все окей единственное тени немножко под редактировать ну да мне наклон назад уходит а тут ну там у собаки тоже но вот я бы до чего точно что мне не нравится прям не режет глаз это большая буква в вот вот это мне прям вообще вот я бы маленькой сделал а мне режет глаз блюр листьев неравномерные а это такая типа вот объем динамик моушен фигурэйшн типа высокая вот история да ладно хорошо оставим поехали дальше погнали дальше подходит для ну мне не нравится отступ маленький это я точно скажу очень склеенный шрифт плохо читается уже логотип на своем месте вроде даже до дополняя свое предыдущие с предыдущий монолог свой про выключку по правому краю здесь вот она оправданная то есть здесь понятно почему все написано по правой стороне да да я поддерживаю так чё у нас кошка кошка муси кормушки с поилкой мне не хватает иконок на самом деле я не люблю вот такие палочки короткие длинные напиши в две строчки тогда зачем ну согласись как тебе кажется ну или или нормально когда ротка это это азбука морза пошла слушай но они они на самом деле не призваны развлекать призваны облегчить считываемость то есть что у тебя есть тут пункты ну да не дизайна наверно да можно бы было засунуть сюда bullet и они бы были гораздо однороднее хотя я вижу что то хотя нет я бы подобрал иконка бесперебойный доступ к воде это капелька запас воды корма от трех дней это какой-нибудь песочные часы или там еще что-то ну это мелочи мелочи да но все равно иконок не хватает на самом деле то есть работа хорошая но иконок не хватает однозначно верстка верстка неплохая кстати да то есть вот по сути на самом деле можно вот простую ну работа несложная то есть тут ничего такого особо дизайн сложности дизайна никакой нету но при этом она в принципе выглядит аккуратненько едино это единственное что как ко всем предыдущим карточкам хочу добавить что здесь не хватает второго шрифта 5 просто да хотелось бы докинуть до road radio используется и все больше ничего так так я сам очень люблю этот шрифт потому что недавно я тоже познакомился мне он тоже кажется вот еще один road radio то же самое но но он реально крутой он как бы господин допиши ты там таблеток кому вот здесь здесь где 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 а табл табл таблет блин вот реально это на это да это слушает ты правильно подмечаешь такие моменты почему табл но это как бы табл все поймут все поймут но блин но есть же место типа да есть ощущение что один тот же чувак делу так это он же и делал ты вроде его же и открыл а разве ну да вот он скидывает а да 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 все тогда мимо соряны давай следующий в общем все аккуратненько все хорошо анастасия присылает нам да там в принципе все вроде более менее даже я бы сказал вполне себе смеситель для раковины высокий черный матовый цвет хит сезона подарок при покупке я не знаю что что я могу сказать край неплохой да нормально обрезан с краю но нормально пойдет чисто я не понимаю что это там за у нее у него фантом какой-то стоит сзади него или что это такое для ребенка такой маленький это альтер-эго украдут мы не знаю уже тень тень от от верхней плашки она прям так загрязняет все жестко вообще здесь тени очень сильно все загрязняют меня очень тошнит еще какая-то точка посередине зачем это вот это вот это вот от этой вот я понял блин ну слушай ну посмотри на следующую люди типа пишут вот это говно хит сезона блин интересно вообще хит сезона какой короче люди из регион никаких из регионов я из региона у нас все хорошо ясно у нас знаешь какие краны да мы выходим во дворы качаем каждый день из колонки воду я должна на минуту такой знаешь слушаете по окей и тут такой выход на улицу и чё блин ну вот смотри вот это вот эта картинка фотка да она же намного лучше чем вот это первое да поэтому я точно могу сказать что вот это более логично и адекватное даже будто это более логично и адекватно ну я фотографии просто и сам дизайн крана как-то наливают вот этого лофта точнее ну да лофта типа такой грубые грубые формы с матовым металлом на самом деле сюда нужно вообще минимум дизайн а то есть вообще просто красивая верстка да 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 просто красивая верстка и все тут фотографии норм их только я не знаю тут они просто захламляют ты посмотри тут ручка задержана и просто плашка закрывает ручку то есть сам дизайн не видно то есть тут тоже самое и тут везде в этих слайдах все одно и то же и единственное господи закрываем на хрен я просто не знаю тут единственное что хочется сделать с этой карточкой это убрать весь дизайн вот три последних слайда ok оставляем везде убираем и будет намного лучше потому что это но я думаю это либо в конструкторе делалось либо мобильном приложении либо просто что-то не слушать здесь есть такие приемы что мне кажется что это дизайнер все-таки делал дизайнерские фишки там какие-то типа фишки да фишки пигменты для бетона и гипса окей давай посмотрим что тут у нас 150 грамм во-первых типографических ошибок много точнее одну я вижу люблю говорить много грамм во-вторых расстроился сразу да гр гр тебя смущат вот это вот почему гр гробов я не знаю сокращение 9 да ну буквку г если чего можно ставить буквку г все имейте ввиду слушай но тут на самом деле ощущение что продается каска я помогу точно по смыслу сказать что ты найти вот специи я я вообще да специи вот именно да 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 именно так именно так куркума и чили перец паприка такое себе такое себе вот я не знаю чисто по смыслу очень очень не это хотя вроде и каска есть это как-то по строительству наоборот это вызывает такой диссонанс что они вот на тарелочках а а ну да слушает наверное из-за того что они на тарелочках они были на каких-то технических подложках вообще скорее всего же продают в каких-то упаковках возможно лучше упаковку показывать а слушай я думаю это зависит от того что у произвели блин я вот это вообще не понимаю у поставщиков уважаемые поставщики у вас что нет возможности фотографировать ваш товар но хотя бы я не знаю китайцев попросить перед отправкой сфоткать ну просто многие на самом деле да 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 типа вот даже у нас работают все ребята они охеренно ретушируют фотографии даже если клиент на телефон сфотографирует из-за этого сделать хорошо вот то есть там не надо фотограф нанимать и деньги даже тратить если уж на то пошло вообще можно мы можем вообще 20 тысяч за фотосъемку даже вам сэкономить просто при фотошопе человека к к вашей шапке и считать что на модели споткли лайфхак слушай ну я не знаю что смотреть ну ну контрастируют сливаются фон тот же самый какая-то я не знаю момент люди решили блюрить вообще все типа как это время будут будет даже текст заблюрены типа стиль стиль кстати нормальная тема я еще такого не встречал блин надо будет проэкспериментировать день попробовать заблюрить текст чтобы знаешь как именно да 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 но снизу я так понял это картинка с яндекса уже готовый коллаж который просто в плохом качестве вот поэтому баннер который заблюрен и который призывает купить любимому человеку в подарок линзы чтобы он больше не мучился ну ты понимаешь как это выглядит из-за того что баннер заблюрен блин а прикинь вообще такую идею ты такой у тебя плохое зрение купи наши бады траляля траляля и чувак и ничего не видит такой типа по ходу мне нужны эти таблы да а там уже такой же бетку хорошо это хорошо такая это знаешь значит скорее всего нужно тему промо ролик какой-то знаешь как как промо рекламу вот да 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 точно так области применения бла-бла-бла ну в общем скучная беспонтовая карта поехали дальше посмотрим как это я даже слова подобрать могу так спрей у нас остается у нас стоит с тобой 7 минут давай посмотрим тут ник еще что-то до хрена прислал посмотрим еще может парочку до парочку давай посмотрим так давай бегло пробежим что-то прислали ну короче тут прям просматривается где человек начал стараться и под конец уже просто заглох все нормально структурировано хотя вы тут касание мне нравится очень близко есть еще моменты на просто так типа вроде еще худо-бедно хотя стрелки уродские тут еще и тут пошло просто я не знаю почему так получается но у всех сегодня один шрифт кстати да я вот тоже ты вот говоришь постоянно об этом а я даже забываю все равно об этом и вот ты прав да я прям режет однообразие типографики глаз типа плохо мне от этого вот никому всем нормально только мне плохо ради меня пожалуйста давайте стараться блин да ну да 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 ну ты понятно за обложечку плюсик хоть она и простая но она такая чисто консервативная чисто такая вот товар но под конец просто какая-то хрень на обложечке можно разрядить все это пространство то есть сделать посвободнее за счет того что убрать саму пачку и оставить только вот этот спрей а ну да ну да ну видишь тут еще есть такое мнение что лучше вот показать еще упаковку что так да нахрен она не нужна здесь можно дальше вы показать ну да она видишь тут двойственно надо смотреть потому что кому-то потенциальным покупателям хочется это видеть а кому-то не хочется вот например так резинки вроде симпатичные такие но это кто друг так создавать что-нибудь такое посмотрим такие нормальные на самом деле вот это но нет на самом деле если бегло да но очень много мел мелочей ну да ну как как в принципе везде ну вот ну не знаю какой из них открыть так быстро пробежаться то у нас пять минут пять минут не будем задерживаться потому что сегодня какой день недели блин извини меня вот а вот те разнообразие шрифтов вот вот у него тут есть типа заголовок есть там 323 уровня нагрузки в принципе значит неплохая карточка вот вот я смотрю если смотреть нет обложку если посмотреть вот прям мне не нравится когда кучу всего пытаются впихнуть в карточку типа или как бы но просто очень много всего сюда воткнуто слишком много да но зато смотри у тебя тут и девушка в то есть товар в натуре те показывают как им пользоваться да и сам а вот близкая текстура его и все такое поэтому и поэтому получается что карточки не делать просто потому что вы тут уже все рассказали в целом хотя вот это красивенько смотри какие визуалы продающие типографику тоже надо сжечь вот тоже так погнали посмотрим светлана карпова дизайнер сейчас будем смотреть вашу работу так кормушка btl 5 танк 34 господи ты зачем это писать был 4 модель модель там видимо смотри дохера всего наверно знаешь типа это же тени гучи чтоб везде писать модель вот те как заказчику вот нахрен эта модель нужна вообще слушай вот есть бензопилы я помню нет это бензопилы это не домик для белочки блин не знаю не знаю кстати не знаю наверно четыре белки наверно четыре белки вот они много фанатов которые следят за линейкой продукции и ты такой бен был 5 вышла обновленное апгрейд прошлое было без табареточек был 5 у меня белки там просто блин белкам ты каждый год как новый iphone покупаешь вот это сша ты знаешь что смотри что пишут в сборе артикул 3 1 13 95 эта штука в разборе продается я как раз хотел посмотреть на ее ценчик это ручная работа я так понимаю блин суши ну да но это чисто очень плохо не если не за такие бабки это отвратительно просто сделано потому что если вы за такие деньги продаете изделия вы должны фотографировать и в столярной мастерской с тем мастером который это изготавливает обязательно это никак по-другому не продается вот это вот как я не знаю у нас лояльность к аудитории вообще есть какая-то вообще есть аудитория хоть какая-нибудь есть вроде народ вот как как раз светлана сейчас нас слушает вот и я хочу сказать что данные слайда они не до 13000 и не надо видишь белочка там валера что ты должен делать чтобы купить за 13 косарей был белки домик у нас у нас квартиры люди снимают за 13 это не сам и давай теперь скажу тем более в регионах слушай ну я не знаю либо ты ну такой прям скажем как это такой кто деньги спонсирует спонсор и кто еще благотворить благотворительностью занимаешься для животных и как бы слушай мне сложно сказать не знаю не знаю понимаешь гнездо кукушки сколько стоит 313 а есть там чё подороже интересно по цене так это самое дешевое теперь у так не смотри самый дорогой до капец заборчик для своего деревца у тебя деревьев нету 2000 слушай если так слову я я по образованию мастер столярных и мебельных работ и вот эти цены я понимаю что там возможно кто-то сидит и вытачивает эти детали вручную но я говорю чтобы это смотрелось на 13 тысяч вы должны идти в мастерскую и фотографировать провести хорошую фотосессию и все блин слушай я тебе могу честно сказать так что это не те тебе скорее всего мастерские которые ты там себе нарисовал в облачках знаешь почему так 13 тысяч если это штампованное производство нет 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 я имею ввиду что скорее всего там не супер интерьер как бы скорее все там хреновый свет там все такое знаешь и это тебе не какой-то там вот смотри давай как будет столяр 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 я может ошибки написал столяр вот давай напишем столяр вот теперь зайдем на фрипик и посмотрим нам там всегда очень колоритно должны вот эти руки мастера знаешь вот и вот так себе это представляешь да на самом деле может быть даже сейчас какого-нибудь найдем вот так обстановка как будто он там пиноккио вытачивать вот такая да нормально нормально теперь а теперь эти сейчас напишу столярка столярка рф какая-нибудь там так какой-нибудь бар сейчас так вот вообще шикарно отлично свет поставил фотографируешь как это правильно называется столярная мастерская столярная мастерская и мужик например да ну слушай не самые плохие фотки на самом деле думал прям вот какой-нибудь да блин понимаешь столярная мастерская я знаю что такое это дерево это вот это вот это инструмент это все ну да я видимо я видимо путал с производстве и мужик и мужик в рф например все равно хорошие фотки подбирают ну короче уродское что-то это уже металлопрокатное производство поэтому это не то да но я имел ввиду что я там это про мужиков которые там прям ржавые вёдра ржавые цепи страшно ну да да можно было бы вот прям если я тоже согласен если ты продаешь это сейчас претензия не дизайнеру а пока поставщику который это продает если ты продаешь за 13000 изделия ну братан позаботься крутой фотосъемки то есть да сами может эти фотки или рендеры они там неплохие но именно вот как бы сфоткать их вот как-то посимпатичнее мне кажется что ничего в этом такого не будет вот реально вот как ты сказал может быть правда там какой-нибудь дядя вася усатый он там не очень просто просто видишь сейчас на маркетплейте типа ориентировать ориентируется на как бы лидеров так скажем дизайна да то бишь на нас и поэтому люди думают что нужно вырезать этот домик обязательно поставить на фон но есть продукты которым это не нужно ну не нужно а вот интересно какой там фон был наверно белый скорее все белый скорее все в цирку как они называются я забыл слово в общем сфоткана она была типа белый бокс вот это вот как-то лайтбокс лайтбокс да но ее то ли циркулярка как-то я быстрее я успел нет лайтбокс металла как ты сказал циклорама циклорама точно циклорама циклорама на стиллярном производстве главный приз автомобиль и вот выигрывает карточку а вот и его автомобиль а вот его автомобиль ваш приз ну давай последнюю карточку пройдем все и все хорошо господи универсальная противотуманные светодиодные фары ёп вашу мать ярче топовых птф черно-белый свет отлично как тебе таким хорошие фары берешь какого цвета черно-белые господи не я думаю что владельцы лады весты скорее всего ну не обратят внимание на дизайн вот как в принципе при покупке лады весты да да как и при покупке ну я не знаю попробуй объяснить почему черно-белый вот попробуй почему черно-белые я думаю что это из-за того что было сложно подбирать фон а но черно-белый возможно из-за того что еще свет хотели показать противотуманок но не получилось что-то как говорится эксперимент очевидно неудачный надо потраченного времени жаль так ну тут что вот блин слово топовые я думал хотя бы на первом слайде вы изнасиловали его и написали так не так вы и сюда нафигачили топовые за что это ты где вообще читаешь ну вон видишь слово топовые большими буквами топ маленькими о в е мы с тобой на одно и тоже смотрим или я реально слепой на одно и тоже вот внизу описание видишь за счет увеличения понял это чтобы ты точно понял что надо было тогда красным выделить да 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 точно и пожирней и потому что я напомню что клиента тупой он же не видит что написано топовый надо надо ведь но выделить я сейчас хотят пошутить туповый да защита от влаги и пыли скорее всего да это аудитория как раз и есть ну слушай это должна быть приора тогда блин ну а тут или как геленваген или геленваген так что тут размер фары в принципе в общем дизайн плохой информация расписана доходчиво я считаю что это крутой дизайн вот мое почтение мое почтение лады грандон конфетка не знаю что что сказать минутка лицемерия андрей 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 давай у меня к тебе важный момент когда мобилку доделаешь ладно шутка до сих пор не врубаюсь надо про сайт про сайт мобилка типа у меня вроде не спрашивали про мобилку или уже готова ты так говоришь как бы готов это давайте на самом деле я хочу сейчас из всех чатов удалиться и просто не делать это нормально нормально годится годится так ну чё давай проведем розыгрыш я кручу барабан давай выберем кого-нибудь смотри наша задача подарить кому-нибудь сегодня и дай бог если это будет селлер подарить дизайн карточки товара в личку ему напишет наш менеджер или наш операционный директор и посмотрим юля вы похоже что не дизайнер вот тут карточка у нас была лимонная кислота похоже ну разве честно так выбирать а да да конечно потому что наша на самом деле наша основная цель это не научить дизайнеров дизайну или там я имел и думал что это рандом какой-то будет а да ну слушай мы это еще как-нибудь организуем сужда какая разница я сейчас прямо блин дарю карточку нахрен надо подумать тебе неделю покушать нахрен говоришь типа честно люди думаешь будут у нас у нас магазинах вообще одни дошираки на самом в регионах месяц месяц бесплатно кушать так у нас есть татьяна тоже похоже татьяна извините что я смотрю на ваши фотографии потому что мне нужно понять вы дизайнер или не дизайнер или или может быть так вот этот человек вы точно не хотите карточку заказать так суши ну вот это все дизайнеры дизайнеры у меня у меня вопрос между двумя людьми как мне кажется так извините все я почти это лимонная кислота мне напоминает это вот она да что это реальный человек и ключница 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 это где у нас было вот либо вот это вот два человека это у нас алина и и и и и юлия ну что скажи мне ну давай вот это как определиться ой это сложно слушай знаешь что открой рандомайзер виде два числа первое или второе вот пусть он выберет юлия будет один а алина будет номер два рандомайзер рандомайзер давай рандомайзер двух все решит рандом да нет не думал просто рандомайзер это сайт окей так сгенерировать от 1 до 2 до прям так да как просто оказывается случайно числа 1 правильно ну что значит напомним первое это светлана юлия да все правильно светлана юлия и алина это и что ли нет нет а что еще светлана нет это лимонная кислота лимонная кислота и 2 это будет что там ключница это ключница это я жму кнопку апачки бинго блин я только что подарил юли карточку на разработку дизайн карточки товара поэтому у нее там и чайный домик и ключница это все это все вроде ее ты сейчас надо мной прикалываешься нет лимонная кислота да да и юлия была под номером один а алина под номером два вот у алины вот он чайный домик а ну все 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 да подожди чайный домик а чайный домик вот и ключница тут же да 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 поэтому поэтому юлия обязательно смотрите эту прожарку потому что если вы не досмотрите до этого момента вы не узнаете что вы победили вот как хитро да да нет мы обязательно сообщим и сделаем будет круто если это ваша карточка товара обновим вам этот страх божий вот так это карточка на прокачку надо пока я exhibit короче новый вот так ну в любом случае ее будет делать андрей поэтому мне не жалко я вам скажу честно да ладно шучу 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 просто вот ну чё я готов со всеми попрощаться сказать слава благодарности за прекрасный вечер валера тебе спасибо опять же спасибо что пришел как всегда надеюсь да я здесь и сидел ну 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 и классно ну и ладно вот ладно ребят всех пока большое спасибо услышимся я думаю ближайшее время смотрите мои выпуски а то блять пока он сказал это слово все пока так надо андрея кикнуть отсюда и обсудить кое-что важное так удалить шутка вот так друзья прошел наш вечер клёвый смотри ты сейчас что-то сделал не то да видим как это так удалить хотел мне нет и про что я пошел да я видел что ты тут я же прикалываюсь ну все давай ну все пока ну ребят в общем так не знаю как на весь экран открыть может быть на весь завершить трансляцию экран транслировать экран прекратить трансляцию отлично народ всем хороших выходных с праздником я рад был для вас стараться юлия да обязательно забирайте свою карточку мы нам нам не андрею ему не жалко поэтому всех благ народ пока пик 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 Продолжение следует...